Друзья, всем привет! Самая интересная, необычная и забавная из всемирной паутины прямо сейчас в программе INET. В сегодняшнем выпуске объясним, почему иногда лучше воспользоваться помощью профессионалов. Увидите, что игра в прятки вышла на новый уровень, а еще покажем самых заботливых полицейских во вселенной. Это волшебное слово «доставка». Многие, когда покупают что-то в магазине, отказываются от этой полезной услуги. Мол, зачем тратить лишние деньги, сами все сможем. Да, не спорим, иногда действительно могут, а иногда нет. Нет, ну тут с первого взгляда очевидно, что сторонняя помощь им не нужна. Двое крепких мужчин в транспорт имеется. Что ж, они с какой-то глиняной банкой не справятся? Только вот почему-то не получается. И так не получается, и эдак тоже. Но ребята не сдаются, потому что что? Правильно. Нечего платить этим дармоедом-доставщикам, да и принцип уже, наверное. Итог, разумеется, предсказуем. Ничего, зато в следующий раз умнее будут, наверное. Кстати, по поводу умнее. Вот и еще один пример того, как учатся на собственных ошибках. Дамочка на каршеринге очень хотела припарковаться и решила, что у нее это обязательно получится. Пусть и не с первой попытки, и даже не со второй. Больше вам скажем, даже не с третьей. Хорошо, что на помощь пришел умеющий водить мужчина. Иначе повитых машин было бы в разы больше. И не только машин, как нам кажется. На Сахалине некоторые водители тоже не отличаются умом и сообразительностью, поэтому смотреть в зеркала, когда едут с задним ходом, не приучены. И даже не догадываются о том, что во дворах иногда гуляют пешеходы. Несмотря на страшные кадры, женщина не просто выжила, но даже не получила значительных травм, только ушибы. Думаем, урок из этой ситуации извлекут оба. А вот здесь уже, кажется, ни о каких уроках речи не идет. Водитель настолько уверен в своем профессионализме, что даже не сбавляет скорость на поворотах. Мы, если честно, думали, что и второй вираж он пройдет так же ловко. Но нет, а жаль. Вы когда были маленькие, в какие игры любили играть? Наверняка это казаки-разбойники, ежмурки и, разумеется, прятки. Сейчас покажем вам чемпиона мира по этой игре. Он прекрасно усвоил правила. Хочешь что-то спрятать? Положи на видное место. Спрятать ему нужно было себя от полицейской погони. Что же он сделал? Разумеется, просто присел возле машины. И самое интересное, что полицейские искали его кучу времени, хотя вот же он, практически прямо перед глазами. Даже начало казаться, что копы приняли правила игры и не находят парня нарочно. Но нет, они реально его не видели. Выиграли все равно полицейские. Но это была достойная битва. А вот эта милая старушенция прячет свою гадкую натуру. Вот кто бы мог подумать, что постоялеца в возрасте, прилично выглядящая и явно весьма интеллигентная, решила прихватить с собой шкуру оленя. Этакий сувенир из гостиницы. И ведь ни тени смущения. Оторвала со стены, потом положила в багажник и адьес. А еще молодежь нынче не та. Но ведь красть можно не только вещи. Эта крыса размером с убитого котенка украла спокойствие жителей одного из домов в Озерске. Местные говорят, все из-за неубранного вовремя мусора. Теперь нужно где-то брать кота размером с собаку. В Индии, как вы знаете, всегда своя атмосфера. И то, что по улице спокойно разгуливают быки, не редкость. На них уже никто особое внимание не обращает. А вот быки обращают. И не всегда знакомство проходит в мире и согласии. Мужчина теперь в больнице и в тяжелом состоянии. А быку ничего. Он же священный. Опять эти ваши утры. Наверное, это первая мысль, которая посещает каждого из нас, когда звенит будильник. Но иногда в роли будильника выступает совсем не телефон или часы. А сотрудники полиции. Рассказываем. Парочка не самых трезвых молодых людей после однозначно бурной ночи не смогла добраться до своих квартир. Поэтому прилегла во дворе многоэтажки. Территория, на секундочку, закрытая и охраняемая. Но разве это препятствие? Местные жители вызвали полицейских. Стражи порядка не стали лютовать, а разбудили спящих, тихонько потрепав за ушко. И выпроводили из двора. Навстречу новым приключениям, видимо. Всем бы такой нежный будильник. Но бережет нас не только родная полиция. Посмотрите на этого самурая. Из-за хозяина он готов порвать любого. Обидчика прогнал, хозяина обнял. Друга лучше просто себе представить невозможно. Все еще думайте, зачем дома нужен кот, а хотя бы для того, чтобы чинить поломки, если у вас руки не доходят и никаких оправданий про лапки. Коты, конечно, это хорошо, но не все готовы мириться с шерстью и ночными тыгадыками. Поэтому заводят себе вот таких милых ребят. Ну а что, большие, пушистые, мурлыкать только не умеют. Зато диван не дерут, есть в 5 утра не просят. Прекрасная альтернатива, как нам кажется. Опаздывать мало того, что неприлично, но еще и крайне неприятно, если вы человек ответственный и привыкли ценить и свое, и чужое время. Но иногда опоздание неизбежно, и вы в этом точно не виноваты. Хотя бы потому, что совершенно не предполагали, что попадете в самый центр фестиваля непонятных гусиных танцев. И вот что тут делать? По птицам ведь не поедешь. Остается только одно – снимать все на телефон, чтобы потом предоставить неопровержимые доказательства, что задержка произошла не по вашей вине. Но иногда лучше и правда опоздать. Посмотрите, какие жуткие кадры сняли в Италии. Там стихия настолько разбушевалась, что колесо обозрения чуть не отправилось в космос. А представляете, если бы там был кто-то из желающих прокатиться? А здесь мы видим чудеса баланса. Ведь трое на одного – нечестно, а вот два на два – уже по правилам. И не важно, что секунду назад один из них был в другом лагере. Тут ведь главное – устроить суету и не выяснять, кто прав. Ловите мастер-класс, как поднять настроение не только себе, но и всем вокруг. Как нам кажется, идея просто превосходная. А посмотрите, как радуются те, кто вступает в бой. Таксисты, домохозяйки в париках, прохожие, строители и даже старичок, который еле шел до момента, пока в его руках не оказалась подушка. Да что там говорить, просто смотрите. Надеемся, и вы тоже улыбнетесь. Сегодня в нашей рубрике «Без комментариев» покажем, как нужно проводить последние дни лета. Убедитесь, что если нельзя, но очень хочется, то все-таки немножко можно. Посмотрите, что безвыходные ситуации в жизни все же случаются. И, конечно, увидите еще много прикольных видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом сегодня все, друзья. Присылайте видео, которые вас обрадовали, удивили или наоборот огорчили в WhatsApp или группу во Вконтакте и нет ПВК А мы, как всегда, с удовольствием покажем их всему городу. Всем хорошего вечера. Пока-пока.